Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Марка, по тексту Острожской Библии 1581 года. И сегодня мы будем читать 13 главу этого Евангелия. И мы читаем с первого стиха и ниже. «Исходящую ему от церкви, глаголы ему един от ученик его, учителю, вишь, каково каменье и какова здание, то есть обращает его внимание на здание храма, и отвечав Иисус рече ему, видишь ли сия велико здание, не имать, а стати, сде камень на камени, и же не разориться». Христос говорит, все тут будет разрушено, камень на камне не останется. Сейчас очень многие вкладывают такие серьезные средства в храмостроение, но если по мере возведения святых храмов не будет расти вера в наших сердцах, то эти храмы у нас заберут, их заберут у нас. И опять их будут использовать по своему какому-то, в их понимании, более правильному назначению. Как в советское время у нас забрали огромное количество храмов, часть разрушили, а часть использовали для других нужд. Поэтому наша задача не только строить храмы, но прежде всего созидать храм веры. Вот этим занимается и миссионерский отдел Русской просланной церкви Московского патриархата, этим занимается и любая именно евангелизационная инициатива. И портал Экзегет в том числе поставил перед собой задачу по нескольку раз дать объяснение священных текстов Библии по главам для всех желающих. Потому что если мы будем созидать только камень на камень, кирпич на кирпич, но при этом не будем созидать храм веры, у нас все это отберут. Я помню, что когда построили храм Христа Спасителя, в одной газете опубликовали интервью одного из заместителей Зюганова, это глава российских коммунистов. И он сказал, ну построили они этот храм Христа Спасителя, мы его опять взорвем. Вот с таким скепсисом он сказал. И действительно это может произойти, если, созидая святые храмы, вещественные, мы не будем созидать храм веры в душах людей. А в Библии прямо сказано, что храм Божий свят, а этот храм вы. То есть прежде всего человек является храмом одушевленным. И отвечав Иисус рече ему, видишь ли сия великоздание, не имать, а стать изде, камень на камене, и же не разориться. И сидящую ему на горе Иллионский, прямо церкви, Иллионская гора, это Иллионская, значит, масляничная, прямо церкви, то есть прямо напротив храма. Кстати, там сейчас площадка специальная для обозрения всего Иерусалима. И когда туристы и паломники приезжают на эту площадку, они как раз видят мечеть Золотого купола, это то самое место, где был храм. И сидящую ему на горе Иллионский, прямо церкви, то есть напротив храма, сейчас на Иллионской горе, кстати, женский православный монастырь. Во прошах у его единого, то есть наедине, Петр и Яков, и Иоанн, и Андрей, они спрашивают его наедине, «Рцы нам, когда сия будет?» Они задают вопрос, а когда конец света? Этот вопрос многих интересует, но некоторых он интересует очень праздно. «Рцы нам, когда сия будут, и кое будет знамение, егда имут вся сия скончатися?» То есть когда твое пришествие, и когда кончина мира. Иисус же, отвечав им, начать глаголоте, «Блюдитеся, да никто вас прельстит, мнозьибо придут во имя мое, глаголюше, яка аз есть». Вот здесь Христос прямо говорит, что на волне интереса к эскатологическим вопросам появится много мошенников. И сейчас много сайтов, где там такая информация о последних временах, но в таком каком-то исковерканном, не библейском и не святоотеческом виде. Поэтому, отвечая на этот вопрос, Христос указывает на то, что будет много спекуляций по поводу конца света. А интерес многих людей, он празднен и неоправдан. Когда меня лично спрашивают, когда конец света, я прямо говорю, вот умрешь, вот тебе и конец света. И ангелы появятся, и бесы там, и тарсту начнутся, звезды погаснут, солнце погаснет, и будешь в другом мире. И Христос предупреждает, что по поводу эскатологических вопросов будет много мошенничества. И действительно были люди, которые назначали разные даты конца света, например, Вильям Миллер, основатель движения адвентистов 7 дня, в первой половине XIX века, он объявил дату, когда будет пришествие Христово, конец света. Организация сторожевой башни, теперешние свидетели Иеговы, их первый президент Чарльз Рассель объявлял, что 1914 год – это год пришествия Христа, причем воплоти, и конец света, начало Армагеддона. А когда эта дата прошла, он стал говорить, что нет, это пришествие не воплоти, а это присутствие Христа начинается на земле, а когда Армагеддон, мы еще не знаем, будем ожидать. То есть он поменял как бы свое отношение к этой дате, а сменивший его президент Рутерфорд прямо в своих брошюрках, все сохраняется, все эти брошюрки, книги, писал, что он будет тем президентом, который поможет этой организации перейти через огонь Армагеддона. Но он умер во время Второй мировой войны в неком Бефсарине, дом князей, который построили для 12 патриархов, то есть сыновей Якова, но пока они не воскресли, он там жил до смерти. Потом стыдливо эта организация продала этот дом Бефсарин. И вот Христос предупреждает о таких мошенниках. Мнозебо придут во имя мое глаголище, яко ась, есть, то есть лжехристы появятся, и многие прельстят, и даже услышите брани, то есть услышите войны, военные конфликты, и слышание брани, слышание брани – это разговоры на эту тему. У нас как телевизор включишь, постоянно идут вот эти разговоры о военных конфликтах, слухи какие-то. Многие сейчас перестали смотреть, кстати, телевидение, потому что все депрессивное такое вываливается на людей с этого экрана. «Егда же услышите брани, и слышание брани, не ужасайтесь, подобает бо быти, но не у кончина». То есть не это конец. Конец будет тогда, когда начнутся реальные мировые войны. И Христос говорит, «Восстанет бо язык на язык», то есть народ на народ, «и царство на царство, и будут труси по местам землетрясения, и будут глады, голод и мятежи». Ну, всякие майданы там начнутся, революционные потрясения. «Начало болезням си». Обычно в те времена, когда жил Христос, не было так, чтобы там народ на народ, царство на царство. Таких войн не было. Обычно воевали как народ с народом, и все. Или там одно царство нападает на другое. А так, чтобы народ на народ, и царство на царство, такого не было. Имеются в виду мировые войны, такие глобальные конфликты, которые втянут в свой водоворот разные народы, разные народы, разные царства. И в XX веке мы имеем две мировых войны, и сейчас, похоже, мы входим в фазу третьей, в стадию третьей. В результате этих военных конфликтов, гонок военного вооружения, будет голод, потому что это состязательность, она нас оставит скоро без штанов. А будут труси по местам землетрясения, потому что военные конфликты с использованием ядерного оружия, это повлияет на экологию. И все это начало болезням. Конечно же, прежде всего имеется в виду лучевые болезни, если, не дай бог, будет применяться ядерное оружие. Кстати, у пророка Исаии прямо говорится о том, что это будет применяться. Там сказано, вы изготовляете огненные стрелы на день суда, войдите, проклятые, в этот огонь и уничтожьте друг друга. Огненные стрелы на день суда. Но Исаия не мог написать ракеты с ядерными боеголовками. Он записал это, как он это видел. И огромный огонь, который возникает после этого, и губит и ту, и другую сторону победителя. Не может быть в таком ядерном конфликте. Блюдите же себя, вы сами, то есть следите за собой, блюдите себя, предадят бы вы в сонмища, то есть вас приведут в синагоги, и на соборящих биене будете, и биты будете там, и предвоеводами, и цари, ведение будете, меня ради, во свидетельство им. А вот интересная деталь. Оказывается, Господь попускает нам, сталкивается с нашими мучителями с одной целью, во свидетельство им, кому им, а вот этим нашим гонителям, царям, воеводам, чтобы через нас, они-то нас к себе потащили, чтобы пытать умертвить, а Господь хочет, чтобы это было во свидетельство им, чтобы мы им говорили, за что мы готовы страдать и даже умирать. Чтобы никто из этих воевод и царей нечестивых, правителей, не смог бы в день суда сказать, Господи, а я не видел твоих свидетелей истинных. Никто мне не проповедовал. Во свидетельство им и во всех языцах подобает прежде проповедуйтеся Евангелию. Вот это очень важная примета Второго пришествия и конца света. Евангелие будет проповедано во свидетельство всем народам и всем языкам. Если под проповедью Евангелия мы понимаем только проповедь православия, то проповедь всем народам и языкам, она только начинается. Только начинается. Православная миссия очень инертна. Она не очень удачно развивается. Но есть блестящие примеры. Например, миссия святителя Николая Касаткина в Японии, Харбинская миссия в Китае. Это очень интересные успехи. Антиохийская церковь очень интересно проводит миссию в Соединенных Штатах Америки. Там западные побережья, целые баптистские города принимают свет православия. И когда же поведут вы предающие, то есть когда вас предатели поведут на допросы, а прежде пицетесь, что возглаголите, не поучайтесь, то есть не думайте о том, что говорить, но ежи аше даст вам в той час все глаголы, глаголите, Господь даст вам слова, которые вы произнесете перед гонителями, не вы бы будете глаголющие, но Дух Святый, то есть Дух Святый, он будет через нас свидетельствовать вот этим нашим гонителям. В последнее время будет оскудение любви всецелое. «Предад же брат брата на смерть и отец чада, то есть взаимное стукачество начнется, и восстанут чада на родителя и убьют их, и будете ненавидимы всеми, имени моего ради, претерпевый же до конца всей спасен будет». Здесь очень конкретно Христос говорит, что будут ненавидимы всеми христиане. Вот даже 20 лет назад такой ненависти к христианам не было в мире, просто не было. Сейчас христиан на Ближнем Востоке режут, отрезают им головы, Европа молчит, в Саудовской Аравии там побивают камнями христиан, все эти правозащитники гонилые, они тоже молчат, у них двойные стандарты, но это та реальность, которую мы переживаем. Нас ненавидят. Почему нас ненавидят? Кто-то скажет, а может быть их ненавидят за их грехи? Да мир возлюбил грех. Если бы мы грешили вместе с мирскими людьми, мы были бы друзьями для них первыми, они бы нас распознавали как своих. нас ненавидят не поэтому. Мы такие же люди, как и другие, у нас тоже есть много нравственных моральных проблем, но мы верим во Христа. А сказано апостолу Павлу, что желающие жить благочестиво будут гонимы. Это та реальность, которую мы переживаем. И будьте ненавидимы всеми, имени моего ради, претерпевы же до конца сей спасен будет. Вот это утешительные слова, через терпение мы приходим к спасению. Почему? Сказано, ибо страдающие плоти перестают грешить. То есть нам будет уже не до грехов, когда начнутся гонения. Подойдет внутренняя, нравственная, моральная стабилизация. Игда же узрите мерзость запустения, реченную Даниилом пророком, стоящую иде же не подобает, чты да разумеет. О чем это? Пророк Даниил сказал, что в последние времена будет мерзость запустения на крыле храма. И одни святые отцы предлагают такое истолкование. Антихрист восстановит Иерусалимский храм на святом месте на горе Мариа и воссядет в нем. Златоуст с этим не соглашается. Златоуст говорит, Антихрист воцарится не в жидовской церкви, а по всем христианским церквам он сядет, ибо его слуги проникнут в христианский мир в период апостасии. Апостасия это отступление, отступить от истины может только тот, кто в истине пребывает. Поэтому процесс апостасии это процесс расцерковления, когда мы сами христиане провалимся во мрак либерализма, безответственного модернизма. У Честертона есть интересное высказывание, он говорил церковь может как-то пережить либеральный мир, но вот либеральный христианский мир, то есть либеральную церковь, мир уже не переживет. Если церковь станет либеральной, все это рухнет, ничего не останется. И конец света наступает тогда, когда скудеет полк святых, то есть когда верующих будет очень мало. И сам Христос говорит, Сын Божий, Сын человеческий, придя на землю, обрящет ли веру на земле, найдет ли верующих. Их даже узрите мерзость запустения, реченную Данилом пророком, стоящую и дежи не подобает, чты и да разумеет. И в Апокалипсисе сказано, что треть звезд спадут с неба, а звезды это кто? Это епископы посыпятся с неба во мрак до третьей. Но истинное священство будет сохраняться и во дни Антихриста, деканат, пресвятариат, епископат, истинная литургия будет совершаться до второго пришествия Христа, как он сам сказал, сие творите мое вспоминание, донди же, то есть пока я не приду. Тогда сущие в Иудее добежат на горы и иже на крови да не слазит в дом ни да внидит взятие часо от дому своего и иже на селесый да не возвратиться вспять взятие ризу свою. то есть тогда люди будут спасаться на горы не будут возвращаться даже за вещами. А почему на горы? Что там это? Больше благодати что ли? Нет. Имеется ввиду, что в этот момент мы начнем нравственно и морально возвышаться, потому что страдающие плотью точно перестают грешить. Горе же непраздным, то есть беременным, дающим в тыя дни, то есть кормящие груди, дающим, молите жеся, да не будет бегства ваше зиме, то есть зимой. А о чем это? Горе беременным. Почему? Человек рождается от Слова Божия. И над этим труются проповедники. И Павел пишет, я родил вас благоествованием своим. А если мы еще не родили этих людей, они оглашенные, им горе, они еще не кричены, они еще не научены вере. И горе дающим в тыядне, то есть если мы кормим молоком новоначальных, но мы еще не наставили их для твердой пищи, это тоже для них проблема. Молите жеся, да не будет бежства ваше зиме, то есть тогда будет лютая стужа, нравственная, моральная, и надо молиться, чтобы выжить. Будут бо дни идти скорбь, якова небысть такова от начала создания. Здесь, кстати, аллюзия со словами из пророка Даниила, наступят времена тяжкие, каких не было с тех пор, как существуют люди. Еже созда Бог до ныне и не будет, то есть мир, который Бог создал, такой трудности не будет, как в последние времена. «И аше небо и Господь прекратил дни, небо уба спаслась всяка плоть». То есть если бы Господь не сократил бы эти дни, а они сокращены ровно до трех с половиной лет, больше антихрист власти не получит. Это принцип справедливости. Христос проповедует три с половиной года, и силы зла получат возможность проповедовать три с половиной года. Ни днем больше, иначе бы никто не выжил. Но избранных ради их же избра прекратить дни, то есть ограниченное число дней, ради верующих Господь будет заботиться о нас тогда. И тогда аше кто речет вам «Сезде Христос», то есть появятся лжепроповедники, лжехристы, или «Се онде не имите веры», то есть не верьте им, «Восстанут Бог лжехристи и лжепророцы и дадут знамения и чудеса, кое же прельстите, аше возможно и избранные, вы же блюдетеся, «Се прежде рех вам вся». То есть помните, что я вам сказал, и не верьте этим лжехристам, лжепророкам. «Но в те дни по скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего». «Солнце померкнет» — это проповедь Евангелия. Христос есть солнце нашего спасения, и луна не даст света своего, едва ли закон Божий, луна — это символ ветхозаветного откровения, сможет нам помочь. И звезды будут с небесе спадающие, это епископы, лидеры церкви, посыпятся, до трети звезд спадет. «И силы я же на небесе подвижутся», то есть основание земли подвижутся. Я от одного Афанита слышал толкование «И силы ежи на небесе подвижутся, под видом инопланетян бесы высадятся с неба на земле», так он объяснил, а так как сейчас везде культивируется вот этот первый контакт, фильмы снимают, книги пишут, таким образом подготавляют людей к принятию бесов, как бы неких таких «эти зеленые человечки», но как бы добрые. Но это бесовщина. Как отец Серафим Роуз в своей книге «Грядущая религия антихриста» он прямо пишет, что вся эта фантастика, это создается новая религия с черного хода, а это будет просто высадка бесов. «И силы я же на небесе подвижутся, и тогда узрют Сына человеческого грядущего, грядущего на облацах, силою и славою многою». Силою и славою многою Христос будет являться мир в окружении святых, и они как сила небесная, а слава многое это встретение Христу, поднимутся с земли, все верующие будет вознесение всех христиан, и они сгруппируются вокруг Христа, который будет входить в реальность земного мира. «И тогда послед ангелы своя», это ангелы жнецы, «и соберет избранная своя от четырех ветер от конца земли до конца неба, от смоковницы научитесь притчи, когда уже ветви я будут млада», когда только начинают веточки расцветать, «и извращает листвия», там, листочки, «видите, якоб близ есть жатва», мы начинаем ждать плоды от смоковницы, «так и вы», «егда сия видите бывающая», то есть, когда увидите, что вот эти слова мои сбываются, «ведите, знайте, якоб близ есть при дверях», то есть, уже близко, «аминь», глаголю вам, «яко потопа», это род, который сберегается для огня. Первый род погиб в водах потопа, второй сберегается для огня, и они не смогут миновать этот огонь. «Небо и земля придут, словеса же моя не придут, одни же том или о часе никто же весть, ни ангеле и же суть на небесе ни сын, только мать отец». А как же тогда церковь учит, что все, что имеет отец, имеет и сын? Сын по человечеству этого не знает, а по божеству, конечно, знает. Почему Господь скрыл от нас день тот и его дату? Это сделано с одной целью, чтобы история церкви была бы историей ожидания. Потому что если бы мы знали бы, что точно в это время придет, через 500 лет мы бы вели себя расслабленно, а, как я уже сказал, умрешь, вот тебе и конец света. Поэтому люди имеют право каждый период человеческой истории воспринимать как последние времена. И Иоанн Богослов пишет в своих посланиях, детки последнее время. И действительно это было для них последнее время. многие из них зашли на свою Голгофу и в мучениях покинули эту жизнь. То есть дата скрыта, чтобы мы бодрствовали, ожидая. Блюдете, бдите и молитесь. Вот почему скрыта дата. Не вести Бог, когда время будет, бодрствуйте, бдите, молитесь. Потому что невесте, то есть не знайте, когда это будет. «Яко же человек, отходя, оставь дом свой и вдав рабом своим власть». То есть если какой-то человек отходит куда-то далеко, он свою власть оставляет рабам своим. «И кому жду дело свое, свое». И каждому поручает какое-то дело. «И вратарю повеле вратарю, это вратница, да бдит, то есть охраняет ворота, бдите убо, невесте бо, когда господин дому приидет». Мы же не знаем, когда он придет. «Вечер или полунущи, или в пятло глашения, то есть при крике петуха, или утро да не пришед внезапу хозяин дому, обрящет вы спяще, а и же вам глаголю, всем глаголю бдите, то есть бодрствуйте, вы не знаете, когда хозяин этого дома, хозяин этого мира придет спросить с каждого из нас. У этого мира есть хозяин. Это не какой-нибудь там Морган, не какой-нибудь там Рокфеллер. По праву Творца Бог является единственным собственником во Вселенной. Как я часто объясняю, есть несколько типов собственности. Например, вы можете купить какую-то вещь и использовать как свое. Это несовершенные собственности. вы можете взять на аренду какую-то вещь, в аренду. Это еще более несовершенный тип собственности. Абсолютная совершенная форма собственности это когда вы что-то сделали своими руками и пользуетесь этим. Бог по праву Творца единственный собственник во Вселенной. И кстати, славяное русское слово Бог, как я тоже часто объясняю, означает обладающий всеми богатствами. По праву Творца все, что он создал, он имеет как свое. И если мы чем-то пользуемся, опять вспоминаю слова апостола Павла, а что ты такое имеешь, чтобы ты не получил? Все мы во власти Бога. И грядущий судный день, никто не сможет избежать его. Может быть, многие из нас не доживут до исторического апокалипсиса, но смерть каждого из нас есть персональный апокалипсис каждого из нас. Будем молиться, бдить и бодрствовать. Субтитры 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 Субтитры